Сто лет назад главной хлебной культурой в России была рожь и лишь в 60-х годах лидерство стало закрепляться за пшеницей, благодаря созданию ее озимых высокоурожайных сортов. Это заслуга специалистов Федерального исследовательского центра «Немчиновка», говорит в своем научном труде ровесник центра, заслуженный деятель науки Баграт Сандухадзе. За 90 лет ученым институтом создано более 170 сортов зернобобовых и зернобобовых культур. 94 из них представлены сегодня в государственном медицине селекционных достижений, которые доступны к использованию. Сейчас сорта зернобобовых культур немчиновской селекции возделываются в 12 регионах России на территории более 8 миллионов гектаров, обеспечивая таким образом до 20% общероссийских воловых сборов зерна. Секрет в высокой урожайности и отличном качестве. Наше зерно, которое сегодня пока вне конкуренции и по содержанию белка, по массе 1000 зерен, по содержанию криковины, у нас, если Московская 40, вы видите, здесь белок 19, то у нас до 22 и даже 24% белка. Среди сотрудников немчиновского центра ученые разных возрастов. Елена Колобашкина защитила диссертацию в Тимирязевской академии и теперь трудится в лаборатории сортовых технологий яровых культур и систем защиты растений немчиновки на благо сельского хозяйства России. В ее семье этим занимаются уже несколько поколений. Сегодня молодой ученый в числе награжденных. Наша работа состоит из того, чтобы тестировать новые препараты на новых сортах. То есть это удобрения, это новые регуляторы роста, ретарданты, это новые гербициды, фунгициды, ну то есть весь спектр. В День российской науки благодарственные письма получили 24 ученых. Это сотрудники ФИЦ «Немчиновка», Всероссийского научно-исследовательского института фитопатологии, Института лесоведения Российской академии наук, Федерального научного центра овощеводства. Ученые двигают прогресс впереди. Каждый из вас на своем участке, по сути дела, создает будущее. И, наверное, самое главное, что каждый из вас своим трудом вселяет в нас уверенность в завтрашний день. Сто лет в 2020 году отметил Федеральный научный центр овощеводства. Сейчас он объединяет семь научных учреждений по всей стране. У нас продолжается создание новых перспективных сортов с привлечением новых биотехнологических подходов. У нас есть ряд селекционных достижений, которые в рамках адаптивной продовольственной безопасности займут достойное место на полях нашей страны. В рамках рабочей поездки в Сколковский институт науки и технологий глава Денцовского округа Андрей Иванов посетил лабораторный комплекс Немчиновского центра. Благодаря современному оборудованию его специалисты могут проводить молекулярно-генетические исследования в селекции зерновых культур, а также исследования в области клеточных биотехнологий и многое другое. В планах создания селекционно-семеноводческого центра ФИЦ Немчиновка он позволит увеличить число зарегистрированных в госреестре селекционных достижений учреждения с 94 до 109. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.